Мы завершаем лекцию, посвященную Атлантическим революциям, первой части их, и конкретно Нидерландской и Английской революции. И в этой последней части мы достаточно быстро, бегло пройдемся по истории Англии после революции в оставшуюся половину 17 века. В Англии, собственно, как она стала империей. Говоря о правителях, как вы помните, в 1660 году в результате заговора генерала Монг на троне был восстановлен Карл II из династии Стюартов. Он правил долго, 25 лет, ему наследовал его младший брат Яков. Второй о причинах, о которых сейчас поговорим. Сам Яков был принужден к отречению от престола в результате славной революции 1888-1889 году. И дальше на троне правит Вильгельм III, Аранский. Для Англии, внимательно, он Вильгельм II. Но для Аранского дома Вильгельм III. И королева Мария, его жена, а дальше королева Анна. Это, если брать, дом Стюартов. Давайте посмотрим на то, как это выглядело на генеалогическом древе. У Якова I, как вы помните, был сын Карл I, о котором мы уже говорили. И была дочь Елизавета Стюарт. Вот здесь внимательно, она нам понадобится. Она была выдана замуж в германские земли за короля Богемии и Электора Пфальца Фридриха V. Соответственно, у Карла I, правившего короля, было, как несложно увидеть, трое детей. Сын Карл II, это будущий Карл II, сын Яков, будущий Яков II и дочь Мария. У Карла II, опять-таки, как можно увидеть на генеалогическом древе на слайде, несмотря на то, что он был женат и женат долго, детей у него не было от законного брака. У него было довольно много незаконно рожденных детей, и я, чтобы не отвлекаться здесь на них, скажу только, что претензии некоторых из них на престол, вспомнить хотя бы герцога Монмута, стали очень серьезным испытанием для английской монархии в последней четверти XVII века. В художественной литературе этой темы касается, в частности, Рафаэль Саботиния в «Одиссея капитана Блада» и, разумеется, Роберт Льюис Стивенсон прямо во властителе Баллан-Тре косвенно в острове Сокровища. Соответственно, у Карла детей не было, у Якова, обратите внимание, у Якова, несмотря на то, что, опять-таки, он дважды был женат и еще имел как минимум двух известных любовниц, сын появляется только от второго брака, и появляется он слишком поздно, появляется он в год славной революции, в 1688-й, Джеймс Фрэнсис Стюарт. До этого момента у Якова рождаются только две дочери, Мария и Анна, и когда Якова изгоняют, когда английское дворянство, прежде всего английские лорды, приняли решение о заговоре против Якова, они встали перед вопросом, что если свергать этого короля, то кого сажать на его место? Республике больше никто не хотел. Поиск оказался недолгим, повторюсь, претендентов мужского пола законных не было, и тогда в результате относительно недолгого поиска они пришли к Вильгельму Третьему, ну да, к фигуре Вильгельма Третьего, Аранского, то есть сына, внимательно, Марии Стюарт, дочери Карла, первого, и Вильгельма Второго, Аранского, штат Хальдера, Нидерландов. И именно Вильгельма Третьего и позовут на трон Англии, когда свергнут Якова. Облегчало жизни то, что женат он был, как вы видите, на Марии Второй, то есть на дочери, старшей дочери Якова Второго. Детей у этой пары не было, и поэтому, когда скончался последний из супругов, а именно Уильям, стало быть, Третий или Уильям Второй Аранский, Вильгельм. Когда скончался Вильгельм Второй, обратите, пожалуйста, внимание, на трон призвали сестру его жены, то есть пошли выбирать женскую линию дома стюартов. Королева Анна восходит на трон, правит до 1714 года. У нее брак с Георгом Датским, брак, опять-таки, бездетный. И вот тут, когда пресекается эта линия, то вот тут становится большим вопросом, кого же звать дальше. Потомство Якова Второго, а именно Джеймса Фрэнсиса Стюарта, решено не звать. Он католик, он воспитывается матерью тоже католичкой, Марии Моденской. И на тот момент уже принят акт обустроения, о котором мы будем говорить чуть позже. Следовательно, его звать никак не получается. Кого тогда? Да, и тогда обращают внимание на Софию Ганноверскую. На Софию Ганноверскую, обратите внимание, пожалуйста, эта дочь, я нарочно вернул предыдущий слайд, это дочь Елизаветы Стюарта и Фридриха Богемского. София Ганноверская, которая могла бы стать королевой, и не только умирает она в тот же год, что и королева Анна в 1714. И тогда на трон приглашают ее сына, короля Георга Первого, основателя в Англии Ганноверского дома. Соответственно, после Георга Первого, как вы видите, королей запоминать легко и приятно. Георг Второй, Георг Третий, Георг Четвертый, затем, правда, Вильгельм Четвертый, но это уже лирика. И, наконец, собственно, Ганноверский дом, вот он перед вами. То есть, в результате, после славной революции и перебора, да, последних детей Якова Второго, дочерей Якова Второго, престол переходит к Ганноверскому дому, который будет править Англией вплоть до первой, до конца первой трети XIX века, когда он сменится на родственный ему Саксон-Коваргский дом, первой представительницей которого станет королева Виктория. Но это уже находится за пределами нашей данной лекции, поэтому мы вернемся в XVII век. Как складывалась британская монархия до XVII века, и это реально, до XVII века в основном Британия, неловкое слово, ну ладно, комплектовалась, да, в основном путем основания торговых компаний, установления торговых контактов с той или иной страной, создания факторий, расширения прежде всего дипломатического и торгового влияния, то есть это очень мало влияло на расширение территории, скорее на расширение влияния, да, и эти компании перед вами, это Московская, созданная Ричардом Ченцлером, едва не утонувшим неподалеку от нынешнего Архангельска, это компания Восточных земель, торговавшая с Балтикой и Скандинавией, Левантийская компания, это Турция, Африканская, которую англичане стараются забыть усердно, потому что в основном Африканская компания, в отличие от всех остальных, специализировалась на торговле, так называемой торговле черным деревом, на рабо-торговле, говоря проще, вот, и, наконец, Ост-Индская компания, это торговля с Индией, да, одна из самых знаменитых британских торговых компаний. И уже после смерти Елизаветы, уже в правлении королей Стюартов, да, начинают прирастать, как вы видите, колонии. Великобритания, для начала, Великобритания объединяется с Ирландией, это происходит довольно поздно, в XVIII веке, в начале, вот, начиная с XVII века создаются американские колонии, о которых мы подробно поговорим через неделю, вот, и дальше следует довольно серьезный временной разрыв, после Американской войны за независимость, Англия на какое-то время прекращает основание колоний, вот, ну, из самых известных, позднейших, это уже XIX век, да, это Новая Зеландия, Индия, Трансфаль. Основание почти каждой колонии связано с какой-то войной, с какой-то отдельной историей, но об этом, повторюсь, еще как-нибудь поговорим потом. Если посмотреть на правовое оформление британской монархии, есть такое выражение «Конституция Великобритании». Почему выражение? Потому что Конституции Великобритании как нормативного акта не существует. Но этими словами называют, как правило, совокупность из четырех актов, которые выведены на слайд. Великая Хартия Вольностей, Хабея Скорпус Акт, Билля Правах, Акт Обустроения. О Великой Хартии Вольности вы говорили в предыдущем модуле. Хабея Скорпус Акт, принятый при Карле II, подразумевал, что человека можно арестовывать лишь по указанию суда и, собственно говоря, только после предъявления обвинения. А обвинение можно предъявлять только очно в присутствии обвиняемого. Вот. Билль о правах Акт Обустроения. Вот с этими немножко подробнее. Билль о правах, которым Англия отпраздновала свержение Якова II. Он на слайде. Прежде всего, здесь устанавливался порядок наследования короны. Помимо этого, Билль о правах содержал спектр мер, ограничивающих королевскую власть в пользу власти парламента. Обратите внимание, всякие налоги может ватировать только парламент, законы издает тоже только парламент, только парламент может отменять закон, приостанавливать и так далее. Соответственно, парламент свободен в вопросе прений, выборов в парламент. Тут же постулируется свобода подачи петиций, свобода собраний, свобода публично выражать свое мнение, то есть свобода слова. И парламент должен собираться регулярно, и никто не в силах пресечь или перестать не созывать парламент больше. Ни один король не имеет на это право. Наконец, парламенту переподчиняется британская армия. Здесь очень важное уточнение. Армия в пределах королевства, то есть постоянная. Это относительно небольшой контингент британской сухопутной армии. Понятно, что практически каждый раз, когда Великобритания начинала какую-нибудь серьезную внешнюю войну, она массово рекрутировала наемников в своей ряды. Наконец, последняя норма, на которую я хотел бы обратить внимание, это, собственно, то, почему мужские потомки Карла, извините, Якова II Стюарта, уже не могли наследовать трон. Запрет занимать киролевский трон Великобритании лицу, исповедующему католическую религию. Акт об устроении 701 года, принятый, соответственно, при Вильгельме III, подтверждает основные пункты Билля, запрещает монарху покидать страну без санкции парламента и вводит так называемое правило контрасигнатуры. Король предлагает кабинет министров, парламент утверждает эти кандидатуры. Здесь же фиксируется, что судьи не могут сменяться, судейская должность занимается пожизненно. Это один из основных столпов любого правового государства, незыблемость судейской власти, судебной власти и невозможность ее, освобождение ее от прямого влияния исполнительной или законодательной власти. Идем дальше. Что касается системы управления британской монархией. В эпоху Карла II впервые возникает выражение «кабинет министров». Оно, как вы видите на слайде, образуется по первым буквам имен трех министров. Клиффорд, Арлингтон, Бекингем. И именно тогда, чуть позже, разве что чуть-чуть позже, формируется двухпартийная система ТОРИ, то есть консерваторы и ВИГИ, то есть реформаторы или, если хотите, либералы. Традиционно ВИГИ занимали подчиненное положение. ТОРИ – это палата лордов, ТОРИ – это реальная власть в обществе, ТОРИ – это наиболее богатые, сильные, могущественные политики. И именно поэтому то, что происходит в 1694 году, правление Вильгельма называют «бесшумной революцией». Только в кавычках, пожалуйста. Это формирование первого кабинета, полностью состоящего из представителей партии ВИГов. Ну и, наконец, еще один шаг делается уже не при Вильгельме, а при первом короле из Генноверов, при Георгии Первом, который в 1721 году передает право формирования кабинета министров премьер-министру. Что это означает? Да, там же проводится реформа кабинета министров, новый состав, то есть тот вид, который кабинет министров принял по реформе Роберта Уолпола, вы видите сейчас на слайде. Но что означает право формирования кабинета, переданное премьер-министру? Реально это означает, что король отказывается от серьезнейшей части своих полномочий. И все больше, больше и больше король Англии, затем королева, ограничивают свою деятельность представительскими функциями. То есть это, да, это глава государства, но он царствует, но он не правит. Хороший король – это лидер нации, это тот, кто объединяет народ, это тот, кто представляет собой, воплощает в своей фигуре нацию. Ну, здесь я просто вас отошлю к сегодняшнему выступлению королевы Великобритании Елизаветы II по поводу ситуации с пандемией коронавируса сегодняшнего, 6 апреля 2020 года. Вот это просто живое воплощение того, как король, королева в нашем случае воплощает в себе нацию, представляет собой весь народ. Ну, собственно, на этом мы и прервем пока разговор про Великобританию, потому что дальнейшая ее история требует отдельного и очень вдумчивого изучения и формирования колониальной империи, и складывания наиболее, пожалуй, что известного в Европе выборного законодательства, то есть законодательства, регулирующего выборы. Это все останется в будущем. Мы об этом еще поговорим. Ненадолго задержите, пожалуйста, внимание на перечне литературы. Вся литература доступна в ЛМС. Форматы дежавюл-пдф. Пожалуйста, изучите. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова